Алифбе И каждая из них – это отражение истории страны и республики Интересно, кстати, сравнить эти книги Вот, например, Алифба 65-го года, 60-х годов Она вся наполнена, конечно, советскими картинками И завершается рассказом о Владимире Ильиче Ленине Но это, конечно, было обязательно к исполнению Алифба 80-х также наполнена, конечно, еще советскими картинками Но завершается она уже стихами о Габдове Тукае, Мусы, Джалиле И рассказом Галимжана Ибрагимова Алифба 90-х начинается с обращения первого президента Татарстана Митимиры Шаймиева А завершается стихотворением Розили Валеева Многие поколения помнят этот синий учебник с девочкой в форме и с букетом цветов Синяя Алифба самая популярная Ее переиздают до сих пор, хотя в текстах и рисунках уже давно нет связи с современностью Супруги Рамзия Валитова и Салей Вагизов за все свои научные труды стали лауреатами премии Каюма Насыри Татарская азбука Алифба – главный совместный труд супругов Они познакомились в Казанском пединституте, поженились в 1937 году, приехали работать в Варский педагогический колледж Затем Салей Вагизов ушел на фронт, попал в фашистский плен, после освобождения на 10 лет был отправлен в сталинские лагеря Чтобы выжить с двумя детьми, супруге пришлось взять свою девичью фамилию – Валитова Через 10 лет Салей Вагизов приезжает в Варск, но на прежнюю работу его не берут Он 5 лет работал на разных тяжелых работах, но вот судьба улыбнулась таким образом Его ученик, который его учил до войны, он уже стал за фроно И вот он на свой риск и страх его восстановил в педучилище Сельские учителя прекрасно понимали, каким должен быть первый учебник по татарскому языку Нескучный, несложный, простой в изучении для всех, кто начинает узнавать и познавать богатство языка Тукая И в 1965 году супруги создали самый популярный букварь на татарском языке Рукописный вариант учебника они с трудом смогли сдать в конкурсную комиссию Их практически выгнали, сообщив, что писать о Львбу – дело академиков, а не деревенских учителей Но среди десятков работ именно учебник сельских учителей, а не академиков, основанный на огромном учительском опыте любви к родному языку и детям, был признан лучшим Первые буквы А изучают, они составили таким образом, потом У изучали, потом Л, потом Н Вот видите, если А и У знаете, А и У знают дети, они говорят АУ Салей Вагизов и Ремзия Валитова создали 43 учебника и методических пособия Сегодня их историю бережно хранят в уникальном музее Аливбы в Арском педагогическом колледже Здесь собраны буквари из 68 стран мира и вся история татарской Аливбы Можно увидеть Алибу на латинице, которую супруги создали в 1999 году И около 100 тысяч экземпляров, которые были даже распечатаны Решения о переводе татарского языка на Яналив тогда принято не было И сегодня букварь хранится в фондах музея Экскурсоводы, студентки колледжа, одни из последних, кто знакомился с татарским языком по знаменитой красной Аливбе Эта Аливба, конечно, уже устарела, но она является как бы эталоном всех учебников У нас учительница, то есть татарского языка, она сама училась тут Она нас обучала именно по их Аливбе, по красной До сих пор помню вот эту обложку, где сидит мальчик с потнятой рукой Это третья, красная Аливбе, по которой учились 90-х школьники Татарстана На кадрах 1987 года ее оформляет народный художник Татарстана Автор флага республики Тавиль Хазиахметов Главным героем стал мальчик в национальной одежде Национальная мы вышла в букваре 90-х годов на первое место Именно с этим букварем в руках выступала в защиту родного языка пару лет назад татарская общественность Оберегали и сохраняли родной язык всю свою жизнь Салия Вагизов и Рамзия Валитова Они были круглыми сиротами с детства, а стали папой и мамой татарского букваря С любовью воспитывая и обучая тысячи детей ко всему миру У Рамзии Валитовой и Салия Вагизова общий жизненный путь Удивительный и драматичный Оба круглые сироты с детства, оба выбрали профессию учитель Вдвоем создали свое главное детище Аливбур Ушли из жизни практически друг за другом Большую часть жизни они носили разные фамилии После их смерти варские решили увековечить память этого удивительного союза И назвали эту главную улицу улицей семьи Вагизовых И здесь же на улице Вагизовых еще один уникальный союз памяти, рожденный в Варском районе Аливбы, символы татарского языка И Габдулы Тукая, символы татарского народа Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней И Габдулы Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней